Измены, измены. Какого хрена? Привет, меня зовут Камила Исмаилова и я выпускница третьего потока школы эмоционального интеллекта и психотерапии. И сегодня я обсужу с Алексеем Красиком вопрос об изменах. И почему же нам так не сидится на одном месте? А теперь мы поговорим про измены. Я знаю, что сейчас вы просто копнете очень глубоко, Алексей. Ну не знаю насчет этого формата как глубоко, просто тема измены я и посвящал прям большое количество времени на своих вебинарах. И можно говорить много, я постараюсь там в формате такого ютюбного ролика покороче. А что тебе интересно? Мне интересно, почему некоторые люди, я считаю, что это большинство, они не могут усидеть на одном месте. Почему они в поисках постоянных, почему они вроде начинают отношения, все у них прекрасные, и жгучий секс, и страсть, и то, и все, и пятое, и десятое. Ну в определенный момент глаз куда-то поворачивается. И потому что они себя обманывают. Обманывают. Конечно. Ну смотри, это то же самое, что вот на планете есть, например, там зима, ну в нашем регионе, да, есть зима, весна, осень и лето. Это факт природный. Если тебе этот факт природный не нравится, езжай там в Индонезию, там плюс-минус круглый год один и тот же климат, где-то влажнее, где-то в суши. Или есть дождь, например, и снег, да. Это реальность на планете. Но мы же не можем эту реальность игнорировать и, значит, делать вид, что у нас этого нету. Вот люди, вот знаешь, вот есть реальность физиологическая, биологическая, генетическая, эволюционная, и есть некая отдельная, параллельная вселенная, которая называется мораль, нормы, правила, правильно, неправильно, хорошо, плохо. И, в общем, там много всяких иллюзий про людей. Причем это все еще соткано из иллюзий каждого человека про этот мир, про этих людей. И вот то, о чем ты говоришь, это результат, почему они косятся налево-направо, потому что есть правда про физиологию человека, про психические рефлексы. Помнишь Сечного? Если вы любите есть рябчиков, любите жареных рябчиков, есть раз в полгода, ваши рецепторы не притупятся, и вы будете каждый раз получать удовольствие от рябчиков. Но если вы будете есть рябчиков утром, днем и вечером, месяцем к ряду, вас через месяц от запаха рябчиков будет тошнить. Это реальность под названием физиология головного мозга, черт побери. С людьми, как и с любым раздражающим стимулом головной мозг, происходит все то же самое. С клитором происходит все то же самое. С внешним происходит то же самое. Вот я, когда первый раз на Бали прилетел, я смотрел на закат, и каждый вечер вот так просто. Закат, закат. И я прям сидел два часа вот так вот, упершим в закат. Я вот недавно прилетел на Бали, я был на закате один раз за три недели. Все. И то просто потому, что я пришел в бич-клаб, который люблю. И не потому, что некрасиво, а потому, что мне уже не красиво, мне уже не так. Мои рецепторы уже к этому привыкли. То же самое, ты покупаешь новые туфли или новую сумочку. Пока твои рецепторы, пока твои глаза, пока твои эстетические ощущения к этому не привыкли, ты прям любуешься. А потом для тебя эти сумочки или эта машина становятся обыденностью. Вот так же с психическими рефлексами, с усиленным концом, как Сеченов это называет. Это Сеченов, рефлексы головного мозга, читайте, там это все описано. Значит, и на измены нету простого ответа. И все люди очень разные. У всех разная психосексуальность. У всех разный тестостерон, у мужчин, у всех разная генетика, у всех разная правда. Бывают пары, которые полностью сексуально друг друга закрывают. Ну вот прям полностью сексуально друг друга закрывают, и им правда больше никто не нужен. Бывают пары, которые говорят, ну как бы я посматриваю, иногда там что-то где-то в голове промелькает, но я понимаю, что у меня классный парень, классный муж, классная девушка, классная жена, я не буду им рисковать, нафига оно мне нужно. Бывает так, когда мужчина перестает уделять и внимание эмоциональной девушке, и сексуальное внимание девушке, и ей терять нечего. За ним ничего не стоит. И при прочих равных она говорит, о чем мне терять? Ну узнает и узнает. То есть очень много контекста, который определяет, будет девушка изменять или парень, или нет. Это физиологический контекст, это психологический контекст, это контекстных отношений. Ну например, девушка понимает, что мужчина уже не вызывает у него много эмоций, сексуально она не удовлетворена от слова вообще, но он классный отец, он классный муж, он хороший человек, и она понимает, что он финансово обеспечивает семью и так далее, и с ним она в безопасности, и дети в безопасности. И она понимает, что если она сейчас найдет какого-то молодого там любовника и так далее, она не готова рисковать вот этой безопасностью ради вот этих вот эмоциональных развлечений. Ей приходится как-то с собой договариваться, добрый вечер, делдоны, все дела, вибраторы и так далее. И тут бывает очень много неврозов на самом деле, потому что правда говорит про одно, а финансовый, моральный контекст тянет в другую сторону. Правда говорит в том, что ей нужен другой человек, правда нужен в том, что ему нужна разнообразие, правда в том, что для него это важно на данный момент времени, например, да, а в реальности он не хочет ее терять и так далее. И тут начинается то, что мы в психоанализе называем внутренним конфликтом. Но с возрастом это проходит. Если еще и терапией заниматься, то с возрастом это проходит. С возрастом люди становятся чуть более откровенными с собой, чуть более настоящими. Во-вторых, с возрастом гормоны начинают немножечко подугасать. И вот после 40, когда у мужчин обычно статистически тестостерон становится меньше, они становятся чуть более стабильными. Пока у него тестостерона много, он чуть менее стабильный. Такой личный вопрос, Алексей. А вы изменяли в отношениях? Нет. Никогда? В отношениях? Ну, у меня, во-первых, мало было отношений. Во-вторых, смотри, какие отношения. У меня бывают разные отношения. Смотри, какие отношения. Ну, отношения, ну, что вы считаете, девушку, своей девушкой? Нет, у меня была девушка, она жила в другом городе. И я был для себя даже удивлен. То есть я думал, что... Раньше я думал, что это не про меня. Но когда я тогда влюбился, да, и я удивился, но мне морально было... Мне просто морально не хотелось. Вот это то самое состояние, когда у тебя нет этой потребности. Мне морально не хотелось до определенного момента. Но когда мы с ней через год или полтора перешли определенный Рубикон, и я морально выключился, вот тут уже да. Ну, осуждаете или нет? Кого? Измены в отношениях. Я не понимаю вообще слова «измены в отношениях». Я... Вот, понимаешь, люди придумали слово «измена в отношениях». Вот есть там «измена родине», да, это там «предательство», если дословно, это «предательство», которое описано в законодательстве. Вот я вместо слова «измена» люблю слово «нарушенные договоренности». Но проблема в том, что у нас люди не договариваются. Они подразумевают. Это первое. Второе. Если вот мы с тобой, например, там пара, да, и я тебе говорю «Камила, давай с тобой договоримся, вот сегодня там какого-то там сентября, давай с тобой договоримся, что пока мы с тобой вместе как партнеры, мы с тобой занимаемся сексом только вдвоем. Никаких оральных, вагинальных, анальных и прочих проникновений и так далее мы не допускаем. И даже если тебе кто-то нравится, ты можешь там как-то флиртовать, эмоционально уделять внимание, я, но до полового акта, орального, вагинального и так далее, мы не доходим с тобой. Если ты говоришь «Да, я согласен», мы с тобой пожимаем руки. Принесите, я подпишу это соглашение. Но если вдруг ты или я захотим каких-то дополнительных сексуальных партнеров в наших с тобой отношениях, мы с тобой это обсудим. Ты со мной придешь и скажешь «Лёс, слушай, мне вот хочется какого-то такого эмоционального разнообразия, я хочу быть с тобой, мне все нравится, все классно, просто хочется вот как-то вот так вот эмоционально разнообразить». Мы с тобой договоримся про это. Окей? И наоборот, но если мы с тобой договорились, а я завтра приезжаю на съемку куда-то, захожу совершенно случайно не в ту студию, а тебя там жарят семеро афроамериканцев, для меня это будет не то чтобы удивительно, для меня это будет грустно, потому что ты просто нарушила данные обязательства, это неизмена, это нарушенное обязательство. И я тебе скажу, с чем это было связано, ты не хотела меня расстраивать, что, почему, а если ты ко мне подошла вчера и сказала «Лёш, слушай, мне хочется, чтобы меня отжарило семеро афроамериканцев», я скажу «Слушай, ну прикольно, видимо у тебя такие потребности». Я говорю, ну например, там будут несколько вариантов, либо скажу «Ну окей, если тебе это прикольно, правда я не знаю, что там с тобой потом будет, куда там кукушка будет куковать», так сказать. Либо я скажу «Нет, слушай, мне это не подходит», понимаешь, да, то же самое. Или я, например, к тебе подойду, скажу «Слушай, мне вот есть такая сексуальная фантазия, давай там найдем двух китаянок». Ты говоришь «Мне тоже такая была идея, давай мне тоже это нравится». И мы с тобой договоримся, или ты скажешь «Слушай, мне это не подходит, для меня я к этому не готов, это мне не интересно». Вот как взрослые люди это обсуждают. А вот эти все измены, вот это все, это детский сад, это люди, которые не умеют быть взрослыми, они не умеют говорить о своих потребностях, они скрывают это. Он дрочит там, понимаешь, в туалете, пока жена готовит иишинку, понимаешь, ну что за бред? Алексей, а если, допустим, мы уберем тему измен, но предположим такую ситуацию, что вам изменили при договоренностях, ну не изменили, получается, нарушили соглашение, но не нарушили, нет, были договоренности, при которых вы позволяете случиться. Но при этом может же такое быть, что появится ревность? Не может. Смотри, многие люди, сейчас меня захуесосит в комментариях, есть психосексуальные особенности, а есть отношения людей. Это для многих людей сейчас в ютюбе будет очень непонятно, потому что у них это слито очень сильно. На самом деле это не так. Ну, предположим, у тебя есть фетиш, там, лизать плюшевую медвежонку, да, или там тебе нравится банан и огурец там одновременно, да, предположим. Я же не буду ревновать тебя к этим особенностям. То же самое касается с людьми. Например, вот есть девушки, которым нравится такая вот у них фантазия, когда там должно быть семеро мужчин, например, да, или чтобы кто-то сделал что-то одновременно с ней в окончании полового акта, одновременно и синхронно, так сказать. При этом она любит своего мужчину, при этом она любит своего мужа, и большинство людей не понимает, что сексуальные фетиши, что сексуальные фантазии, стимуляции, они должны быть как бы изолированы от отношений с людьми. Это безумно тяжело представить людям, которые от этого далеки. Большинство людей, они это соединяют, и в этом, мне кажется, ответ на многие вопросы. Почему люди начинают ходить налево, например, к проституткам? Это древняя, да, профессия? Почему? Потому что они про правду. Древняя профессия проституция, она как раз-таки закрывает то, что про людей. При этом он женат. Потому что жена – это его родственник, это его близкий любимый человек, это человек, от которого он не хочет уходить, это мать его детей, это человек, с которым он максимально откровенный и близкий, и это правда, он правду говорит. Но при этом у него есть сексуальный фетиш на какую-нибудь азиатку, которая засунет ему швабру в задницу, понимаешь? И это не имеет никакого отношения к любви к жене. Я знаю, что многим это сейчас звучит странно, особенно девушкам, но я думаю, что кто-то меня поймет, может быть, да, потому что это неравнозначные вещи. Почему в Германии по статистике самые длительные долгие браки – это свинверские браки? Они умеют разделить сексуальные утехи и личное, но вот тут у них возникает какая-то интересная штука. Вот если мужчина пошел к двум азиатским проституткам, которые суют ему швабру в задницу, это просто сексуальный фетиш, он любит свою жену. Но если он пошел на улицу красных фонарей в Амстердаме и влюбился в азиатскую проститутку, с которой потом пошел в ресторан, который признается в любви, которая полностью его эмоционально захлестнула, то это уже про другое. И вот тут очень важно разделить. И многие взрослые женщины и взрослые мужчины говорят примерно так. Это что? И если он скажет, это просто сексуальная концепция и так далее, она будет спокойна. И они договариваются именно про эмоциональное. То есть разделить эмоциональную привязанность и секс – это очень разные вещи. Многие люди этого не понимают. Но есть люди, у которых секс имеет определенное табуирование. То есть для них секс только вот такой. То есть для них секс – это только, например, брак. Вот есть люди, у которых секс только в браке. Это их особенности, и это нормально, и они будут жить именно с этой концепцией. И у них будет секс только в браке или в отношениях. Или есть люди, для которых секс это что-то такое, как сказать, откровение такое, да, очень интимно откровенные вещи, до которого допускаются только люди, которые прошли огонь, воду, медные трубы, сито, решето и так далее, вот. Но мы живем в таком контексте современной жизни, где нужно очень хорошо знать свою сексуальность, и нужно очень хорошо понимать все свои сексуальные особенности. И чем раньше ты поймешь все свои сексуальные фантазии, фетиши, перверзии и научишься с ними обходиться, тем больше шансов, что тебе не нужно будет в отношениях куда-то там как-то это все сублимировать. А большинство людей, они сначала выходят замуж, сначала заводят отношения, а потом вдруг он на толчке осознал, что ему нравится трахать собаку, понимаешь, ну как бы добрый вечер. А женщине что с этим делать? Вон он мне знакомый звонит, мне говорит, Леха, помогай, я в депрессии. Говорю, что? Говорит, я нашла парня с трансвиститом своего. Да, ну в общем, и вдруг он осознал, что ему нравится сочлен, понимаешь, вот он был в отношениях с моей подругой, вдруг он понял, понимаешь, для себя, недавно, в 35 лет он вдруг это понял. И вот тут, вот тут, вот тут, вот надо, чем раньше люди начнут быть честными с собой, тем лучше. А у вас есть сексуальный фетиш? Я не люблю сосать шлем и никогда не делал, это не мое. Вообще, мужчина это не моя тема, мне не возбуждает сексуальная, ну, фалоса, меня не возбуждает. Ну, может быть, что-то другое? Мужчина нет? Не, ну, у них прямо сейчас не речь. Ну, максимум, на что я способен с мужчиной, это мне очень нравится классическая одежда у мужчин. Мне очень нравится, когда это рубашки, костюмы, мне вот нравится классическая мужская одежда. Я, как бывший спортсмен, раньше мог оценить, раньше, в начале нулевых я мог оценить там пропорции фитнеси, в бодибилдинге парней там в категории там, да, в какой-то. Но сексуально меня мужчины никак не трогают, ну, от слова совсем. Я даже, когда по молодости, у меня было, я работал в гей-клубе, у нас была тройка, вот такая, ну, три парня, мы были в драных джинсах, белых футболках, и мы колесили по всем московским клубам в Москве в начале нулевых. Ну, раньше были модные гоу-гоу команды, и мы, в общем, из клуба в клуб ездили. И мы несколько раз, ну, работали в гей-клубах, и я видел парней, которые там целуются, обнимаются, но не мое это. Я вот очень сильно пытался, как бы, понять, может быть, я что-то скрываю, может быть, я что-то там не чувствую, может, я как-то, знаешь, нет, ну, как бы, не мое. А когда нарушают ваше пространство, предположим, пишут вам смс-ки, наверняка такое же происходит? Раньше такое было, сейчас этого практически нет. Нет, ты имеешь в виду геи? Нет, когда вот я танцевал, когда я был моделью, там прям вот они старались как-то проявить себя, но я всегда вот очень корректно с ними дружил. И они понимали, что это не моя история, но я до сих пор с ними, со многими в хороших отношениях, потому что я никогда не выходил из себя, я никогда не отдергивал их жестко, я никогда их не обзывал. Я всегда с ними шутил, я всегда был как-то позитивен. И они до сих пор меня уважают за это. В нашей стране же это табу, у нас не принимают же мы сексуальное меньшинство, а что? Ну, у нас есть закон, во-первых, который сделан для того, чтобы сохранить определенную демографическую политику. Я считаю это правильно. Потому что посмотри, что с европейцами будет. Ну, как бы, семь из два гендера, мужчины уже выступают в женских видах спорта, мужчины, которые считают себя женщинами. А я думаю, что от европейцев и американцев вообще, в принципе, в такой политике, в которую они пошли, я думаю, что европейцы скоро не останутся. Но через 20 лет умрут последние европейцы, и что будет? И что это будет? Ну, поживем, увидим, посмотрим. Но это идет откуда? Есть такая мысль? Это побочный эффект того, что они назвали демократией. То есть, вот есть демократия, да, права и свобода людей, и она хорошая история. Но у этой демократии есть большие побочные эффекты. То есть, я бы сказал так, осложненная демократия. Вот все эти гендеры, вот эта женщина, там, надо у детей спрашивать, когда поменять памперс. А надо у детей спрашивать, хочет ли он родиться. А надо у детей в 5 лет спросить, мальчик ты или девочка. А как вы спрашиваете ребенка? Не знаю, это уже вообще, они что-то курят там. Это уже извращенная демократия. То есть, это уже, знаешь, токсичная демократия, которая пошла в инволюцию, в обратную сторону. То есть, мне кажется, они в своей демократии достигли такой кульминации, что они просто сейчас себя сами убьют там все. Вот этими своими правами и свободами. Вот увидишь, что будет через 20 лет. Уже началось, у меня клиенты в Европе живут, они говорят, Леша, это полный пипец. Это полный пипец. Сейчас они наколят всех детей гормонами. Люди нормальные разъедутся по другим странам. И там останутся вот эти вот леди-бои, боди-леи, 72 гендера. Мальчик считает себя девушкой, но чувствует как мужчина и так далее. Сейчас девочек наколят тестостероном. Мальчикам отрежут яйца. И посмотрим, что будет с ними через 20-25 лет в Европе. Я вообще сомневаюсь, что там в Европе что-то вообще светит. Я думаю, что это конец Европы. Я думаю, что будущее за Индией, Китаем, Россией, Бразилией и Африкой. Идем дружно учить китайский. Ну, я бы учил арабский. Вам подойдет, кстати. Я знаю, да. И турецкий. Китайский будет отдельно, и там технический будет история. Индия, арабы и китайцы. Индия, арабы и турки. Вот в этом треугольнике будем двигаться. Хочу задать вопрос. Хотели бы вы сняться в кино? Да. Есть такая. Ну, я люблю кадр. Я люблю съемочную площадку. Я давно к этому привык. Единственное, что, наверное, только сейчас я к этому стал готов, чтобы быть настоящим. Чтобы быть собой. Вообще, мне было всегда тяжело играть. Но если у меня будет, как бы, хорошая команда и хорошие партнеры, которые мне подскажут, помогут, я думаю, что я справлюсь. Но по типу триггера. Мне кажется, мне получилось. Да, вот интересно. Я думаю, что еще будет. Ну, я думаю, да. Мы так интересно с темой. Измен. Ушли куда-то мы с тобой. Да, просто все. Теперь я уже представляю, что наш Алексей Красиков, будущий Серкан Балат. С изменами понятно? Да, мне попредельно все понятно. Очень интересно. И очень доступно и понятно. Ну, возможно, потому что я тоже уже выросла какой-то, переросла. Раньше я испытывала, допустим, такую вот эту ревность. Я не знаю, я относилась больше к себе, что типа унижают мое самолюбие, да? Ну, есть такое, знаешь, когда вот, что такое ревность? Ревность – это тогда, когда ты чувствуешь, что тебя не выбрали. Или кто-то получил удовольствие не от тебя. Что такое ревность? Это когда ты думаешь, что твоя девушка получает удовольствие от кого-то другого. А знаешь, в чем правда? А кто тебе сказал, что она не имеет права получать удовольствие от кого-то другого? Я думаю, вы скажете, что она твоя. Я хочу, чтобы сейчас людей бомбанет. Но правда на планете в том, что девушка имеет право получать удовольствие от кактуса и от кого угодно. А вот эта попытка закрутить девочку, ты должна получать удовольствие только от меня. Откуда у них такая идея в голове вообще? Как это технически реализуется? Да, бывают девушки, которые просто шоры одевают, и они сами себе говорят, нет, я не смотрю, я не пишу, я не переписываюсь, и они как-то сами себя пытаются зажать в какой-то момент. Но концептуально это безумно такая проблема большая, потому что люди должны понимать, что нельзя приватизировать людей, как ты можешь ревновать человека, потому что она хочет, например, чувствовать на себе взгляды мужчин. Ну вот идет девушка, например, в платье, и я твой ревнивый мужчина. Говорю, так, Камила, что ты напялила, что ты как ша и бэ? Я не понимаю такой концепции. Но если это не религиозная история, если это просто психологическая концепция, что это такое? Ну потому что на тебя будут смотреть другие мужчины. Так это женская потребность. Ну есть женщины, у которых есть потребность видеть на себе сексуальные желанные взгляды. Мужчине должно быть, мне кажется, наоборот приятно, когда... Да, мужчины все разные, но есть мужчины, которым наоборот приятно, что... Но я не люблю слово «моя». Да, 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 я знаю, кстати, я сейчас задумалась. Это просто девушка, это не твоя, это не твоя. Как, понимаешь, Камила, значит, иди в трусах рядом со мной, чтобы все знали, что ты моя, я тебе. И ты никому не достанешься. Это проблема мужика. Это мужик хочет, чтобы ты рядом шла, и чтобы он шел вот так вот. Видели, кого я трахую, блядь? А вы нет, блядь, поняли? Ну, 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 вы серьезно, блядь? Ну это, блядь, тут, знаешь, постучать негде. Ну такое же есть. Да это сплошь реальность. Ну вот, я ей же говорю. Посадить рядом с собой эффектную девушку, чтобы понтоваться перед самим собой, кого я трахаю, понимаешь? А вот вы нет. И как только она посмотрит на кого-то другого, его бомбанет 100% такого чувака, потому что он скажет, ах ты хочешь его, значит я хуже, чем он, значит ты меня не ценишь, значит я проиграл ему, и там срабатывает лютейшая конкуренция. Это не про взрослого мужчину, это про детский сад, это про ребенка, это про подростка, это про неуравновешенного подростка, который хочет себе доказать, что он единственный и неповторимый. Но это не про мужчину. Мужчина, мужчина взрослый внутри не будет ревновать никогда, мужчина может разочароваться, мужчина может расстроиться, мужчина может сожалеть, мужчина может понять и не ожидать каких-то вещей, но он никогда не будет выходить из себя и устраивать этот цирк с конями, если кто это, что это, куда это, ну это странно. Ну потолкнуть можно мужчину на путь исправления? Учитесь эмоциональному интеллекту. Там нет исправления, там история про очень глубокую терапию, вот этих вот проблем психологических и серий, почему для тебя так важна вот эта конкуренция, почему ты хочешь назвать девушку твоей, почему тебе так важно все приватизировать, мое, мое, мое. Но девушка, когда она называет «мой мужчина», там она вносит еще и некоторый защитный механизм, она говорит, что я замужем, это мой мужчина, он меня защищает и так далее. Но тут она тоже начинает впадать в определенную уязвимость, будучи замужем, будучи замужиной, будучи защищенным мужчиной, что ты представляешь из себя самой. Я считаю, что правильно психологически сказать «это мой партнер», это мужчина, это мой любимый мужчина, это мой муж, это мой молодой человек, но не мой, в смысле, мой молодой человек, это молодой человек, с которым я встречаюсь. Это мужчина, мой любимый мужчина. Но это не история приватизации. Люди не умеют разделять секс и личную жизнь, приватизировать людей, они постоянно пытаются. Ну, любимый – это про любовь. А что такое любовь? Хабиби? Это вообще отдельная тема. Не будем ее трогать. Ну, давай потрогаем. Просто это еще на полчаса сейчас будет. Давай в следующем видео это обсудим. Хорошо. Это когда третий раз? Хорошо. Спасибо тебе, Алексей. Чем больше с тобой нахожусь, тем больше от тебя, скажу вот таким банальным словом, ну, кайфую. Ну, ты кайфуешь не от меня. Ты просто слышишь вещи, которые ты раньше не слышала, но думала о них. И ты говоришь, блин, я не одна такая. Моему мозгу это нравится. Да, ну, это облизал мозг. Ну, а вы не переключайтесь. Мы продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok